Пляж на Мостовой превращается в комфортное место для отдыха. Год назад близ улицы Родниковой берег Свияги был усыпан мусором и поросшим бурьяном. Тогда на правах аренды территорию начали обустраивать активисты ТОСа «Мостовая Слобода». Водолазы Центра гражданской защиты обследовали дно. Позже жители убрали поросль и мусор, вырубили аварийные деревья. Сейчас территория для отдыха почти готова. Завезли песок, установили беседки-качели, монтируют волейбольные площадки. Для них установили столбы, постелили ткань, геотекстиль, засыпали специальный песок. 1 июня мы планируем открыть площадки для пляжного волейбола. Четыре будут волейбольных площадки профессиональных. Дальше в июне месяц мы планируем, что здесь появятся лежаки, шезлонги, кабинки для переодевания. Это в рамках комфортного среди ТОС, в рамках проекта, который мы победили. Волейбольные площадки выбраны не случайно. У жителей растет интерес к активным видам спорта, в том числе пляжному волейболу, который, к тому же, является олимпийским видом. На территории пляжа будут проходить тренировки и даже соревнования. Мы хотим развить эту инфраструктуру и сделать для людей, для местных жителей. То есть люди пришли, покупались, поиграли в волейбол, получили удовольствие, свежий воздух. То есть все будет супер. Кроме пляжа благоустраивают и соседнюю территорию. По соседству появится сквер «Мостовая Слобода», который участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Убираться здесь помогают местные жители и неравнодушные граждане. Для меня, как для человека, который здесь проживает, это очень важно, потому что мало, на самом деле, очень мало мест, где можно провести, так сказать, досуг на выходные, выйти около реки, посидеться на берегу отдохнуть. Но таких мест очень мало, если честно. И хотелось бы, чтобы их больше было. Вот поэтому и полагаем. Проголосовать за благоустройство сквера «Мостовая Слобода» можно до 31 мая через единый портал государственных услуг. Победивший проект реализуют в 2024 году. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова